Служу Отечеству. Спортивные выходные в Муромском районе продолжаются. На этот раз любители лыжных гонок собрались в Панфилово, чтобы почтить память Павла Бесчастного. Все те, кого тренер своим личным примером вдохновляет на знание спорта. Подробности в нашем сюжете. Любимый дедушка, образцовый лыжник и отличник физической культуры. Именно таким помнят и по сей день чтят память Павла Васильевича Бесчастного все собравшиеся сегодня. Павел Васильевич, дети, очень легендарный человек. Он прошел всю войну с 1941 по 1945 год. Он военный разведчик, награжденный боевыми ординальными медалями. В послевоенное время всю свою трудовую деятельность он посвятил развитию физкультуры. Занимался с детьми практически 20 лет. Он работал в Панфиловской школе, в вашей родной школе. Потому что большинство участников соревнований это дети Панфиловской школы и их гости. Внучка с трепетом вспоминает, как дедушка впервые ее взял с собой на лыжную прогулку. Ну, дед мне было 6 лет. Мы с ним встали на лыжи, поставила меня на лыжи. И вот за спиной находится Карачаровский овраг. И мы с ним туда поехали кататься с горок. Сначала я спускалась, конечно, вместе с ним. Для меня горки, конечно, были проблемы сначала. Но потом я осмелилась и стала спускаться сама. А сегодня уже 18-й раз в честь известного лыжника, ветерана Великой Отечественной войны, на территории Панфиловской школы проводят соревнования среди любителей лыжного спорта. В этих соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов-лыжников. Только Панфиловская школа выставила 85 человек. А соревнования проходят по 11 возрастным категориям. Самые младшие категории – это мальчики и девочки, 2012 года рождения и моложе. И самая старшая группа – это мужчины и женщины, 61 год и старше. Кто-то из спортсменов здесь впервые, а кто-то – ежегодный участник. Организатор этого мероприятия, Николай Павлович Бесчастнов, является моим первым тренером, который 26 лет назад привил для меня спорт, а именно лыжные гонки. Наша база спортивная была как раз в моем доме. И мне просто друзья сказали, представляешь, у нас спортивные базы есть, лыжные, а ты ни разу там даже не был. И когда я пришел, Николай Павлович сказал, ребята, здесь здорово, здесь классно, давайте занимайтесь. Это же для вашего здоровья, тем более в будущем все защитники Отечества это необходимо. Участники в ярких лыжных костюмах, болельщики в бушлатах и с табличками. Они пришли громко заявить о том, что их дети лучшие. Наши дети молодцы, самое главное участие, все вперед! Гордость за своих детей. Переживание. Переживание. Всех их в это зимнее утро объединила любовь к лыжному спорту. А еще никто не мог устоять перед запахом свежеспеченных пирожков из школьной старловой. Я люблю спорты, я приехала сюда соревноваться, но главное не победа, а пирожки в столовой. Хотя участники и говорят, что победа не главная, но на трассе они выкладываются по полной и оставляют все свои силы. Как ощущения? Очень сложно, ветрено и трасса немножко разломана. Поэтому было очень сложно ехать. Я не знаю, какое место зайло. Ну, точно не первое. Ну, не расстраивался? Нет, я же проехала ради своего прадеда. Я доволен этим соревнованием, но не было подготовки, из-за этого я, мне кажется, не знал на никакое место. А пока молодежь переводит дыхание на финише, у опытных лыжников сердце волнительно стучит перед стартом. Волнительно, как в детстве. А как в детстве было? Как в детстве. Ну, сердечко колотится. Всегда на старте, всегда должно присутствовать волнение, чтобы адреналин выплескивал и показывал лучший результат. За лучшие результаты победителей в каждой возрастной категории ждали достойные призы и награды. Екатерина Задовская, Илья Облётов. Наши новости. Субтитры подогнал «Симон»